Всё дует везде, всё бежит, всё. Крысы, мыши, летом комарьё это. Этот дом словно решето, рассказывает Нина Александровна. Живёт она в нём уже 15 лет. Находиться в двухэтажном здании с каждым днём всё страшнее. Отопление здесь печное, но со своей задачей едва ли справляется. Водоснабжения и канализации в квартирах и вовсе нет. Знаете, живём очень тяжело. И многие люди здесь есть тоже, которые уже в возрасте. Вот я, например, ношу воду на второй этаж. Всё болит. Назад тянет, болит. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы пожить уже. Тяжело всё это носить, убирать, обслуживать самим. Управляющей организации у дома нет, поэтому всё делать приходится не только за собственный счёт, но и своими силами, говорят люди. Это тот потолок, который был построен, он сгнил. И там всё сыпалось на голову людям. Я всё, что гнилое смог выпилить, я выпилил. Сделал подвесной потолок. То есть покупал доски, ходил, таскал их на себе, сам всё это делал полностью. Никакого ЖКО тут не присутствовало никогда в жизни. Все перила сгнили, упали. Я всё это делал сам. Кроме того, на втором этаже пустуют сразу несколько квартир. А в одной из них, как вы видите, нет даже окон. Именно через неё и выстужает сразу всю верхнюю часть здания. В администрации о проблемном доме знают, но жалобы от самих жителей не получали. Почему люди не обратились в мэрию, чиновники не понимают. Но готовы выделить жильё для тех, кто сильно в этом нуждается. Правда временная. Да, администрация обладает маневренным фондом. Это общежитие, это не квартиры. Но тем не менее, если человеку совсем трудная жизненная ситуация, жильственная комиссия рассматривает эту ситуацию жизненную, принимает соответствующие решения. Ну, как правило, мы в маневренном фонде никому не отказываем. Специалисты советуют жителям обратиться в службу строительного надзора, чтобы затем межведомственная комиссия осмотрела здание и дала заключение. На его основе уже будет решено признать дом аварийным или же подлежащим реконструкции. Денис Шабуров, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал.